Наконец-то я нашла в интернете самый подходящий для меня вариант заварного крема. Чтобы долго не возиться и очень быстро все делать. Так вот, нашла я такой классический рецепт. И что для этого нужно? Два яйца нужно. Там написано 50 грамм масла, но я 70 добавила. Значит здесь 4 столовые ложки муки, 2 столовые ложки крахмала и 5 столовых ложек сахара. То есть 100 грамм сахара. И пакетик ванили и молоко вот 800 миллилитров. Ну естественно я потом буду крахмал и муку через ситочка. Чтобы было все как говорится положено. Начинаем с яиц. Только что я добавила ванилин и сахар. Все сразу. Постепенно добавляем по чуть-чуть муку. И взбиваем. Чтобы не было комочков. В этом рецепте надо взбивать постепенно. Лучше всего просеять. Правильно? Добавляем крахмал. И опять перемешиваем. Видите, вот такая вот получилась масса интересная. И сейчас постепенно будем вливать молоко комнатной температуры. И перемешиваем. Ставим на газ. Постоянно помешивая. Нашу яично-молочную смесь. Я поставила на огромный огонь. Когда у вас загустеет. Вот так вот. Мы выключаем. И добавляем масло комнатной температуры. И все перемешиваем тщательно, пока оно горячее. Далее я перенесла в такую более открытую емкость, чтобы она быстро остыла. И знаете, что надо сделать? Чтобы не образовалось комочков, нужно закрыть это все сейчас пленкой. Я поставлю на балкон остывать. Смотрите, как это выглядит. Все закрываем пленочкой, чтобы воздух не проходил и не образовались комочки. Все, сейчас будет оно остывать, а я займусь ужином. После того, как крем наш остыл, мы смазали коржи. И получился вот такой красивый наполеон. Этот крем можно применять также и для других тортов, для эклеров, для чего угодно. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока, до новых встреч.